Валерия Макарова 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 события. К новостям не столь приятным. В Самаре орудуют мошенники. Они под видом работников газовых служб продают пенсионерам так называемые детекторы газа. Показывают фальшивое постановление правительства и уверяют, без приборов людям грозит штраф. Среди пострадавших не менее десятка самарцев. В ситуации разбиралась Алина Чемерес. Чудодейственный прибор-спасатель. Таким звуком должен предупреждать о том, что произошла утечка газа. Только куда его устанавливать и как им пользоваться, говорят жители, им не объяснили. Надежда Кузнецова купила прибор в апреле. Продавцы заверили, теперь такие ставить нужно обязательно, иначе штраф. Мол, существует даже специальный документ. Почти 5000 рублей Надежда заняла у соседей. О том, что спасатель никак не спасает от загазованности помещения, а те, кто его продают, мошенники, узнала позже. Изначально, говорит, все выглядело очень убедительно. Они пришли, как горгаз. На них были красные вот эти жилеточки. Я поняла так. Газ-контроль. Но ведь официально газ-контроль. Как еще можно не поверить? Его достоверение показали официально все. Как можно не поверить? Больше половины пенсии за спасателя отдала и Валентина Березуцкая. Сначала, рассказывает, возмущалась, но после того, как ей сказали, что уже через месяц прибор будет стоить вдвое дороже, растерялась и послушно отдала деньги мошенникам. С толку женщину сбило и мнимое постановление правительства. Дает мне постановление. Я читаю постановление правительства 25 числа мая. Если вы сейчас не приобретете этот прибор, то 25 мая вы будете приобретать по 10 тысяч. Будут штрафы. Вот увидите, мы придем 25 числа. Ну и все. Никто не пришел? Никто не пришел. По словам жителей, у организации, которые торгуют приборами, есть офис, но там людям ответов не дали. В управление Роспотребнадзора с жалобами обратились уже 10 человек. Но тех, кто стал жертвами мошенников, может быть больше. Жители призывают фальшивым документам не верить. Нормативного акта, который бы указывал, чтобы установить данный универсальный детектор спасатель, такого акта нет. Поэтому здесь указывая на то, что если он не будет установлен, вводят наших жителей в заблуждение. Эксперты предупреждают. Верить тем, кто приносит товар подобного рода на дом нельзя. Следует обратиться в полицию и в управление Роспотребнадзора. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. В Самаре женщину на год лишили водительских прав за то, что она сбила ребенка и уехала. ДТП случилось в Новомолодежном переулке в Кубышевском районе. К счастью, девочка отделалась легким испугом и не получила травм. Подробности в нашем репортаже. Своего пушистого зайца маленькая Лера ни на минуту не выпускает из рук. Взяла с собой даже на заседание суда. В магазин за долгожданной игрушкой девочка отправилась как раз в тот день, когда попала под машину. На обратном пути переходила дорогу к киоску, где работает мама и неожиданно оказалась под колесами автомобиля. Я побежала к маме, а машина ехала, а машина задела. Тетя посмотрела в окно и уехала. Слава Богу, у нас все благополучно. У нас вообще никаких травм нет. Вот это прям, я говорю, доченька, ты у меня в рубашке родилась. Как позже выяснилось, за рулем автомобиля была Дарья Усачева. По иронии судьбы, она родственница пострадавшей девочки. На вопрос, как все случилось, девушка отвечает, мол, ребенок упал сам и никакого ДТП не было. Поэтому и уехала с места происшествия. Не уверена я, что я ударила машину ребенка. Если бы я почувствовала, что ударила, я бы, конечно, вышла бы. Вышла подруга моя, у меня было средство состояния, и ребенок быстро убежал, даже не успела за ней убежать. И она убежала в сторону, сзади машины. Случаев, когда водители уезжали с места аварии только в Самаре. В этом году было около 70, и большая часть таких дел раскрыта. Найти машину, которая сбила Леру, полицейским помогли очевидцы. На новом молодежном переулке, где случилось ДТП, располагается рынок, поэтому свидетелей произошедшего немало. Люди рассказали машина, черный седан, назвали номера и показали, куда уехал автомобиль. Была изъята видеосъемка с камер фотофиксации административного правонарушения. Это расположено на улице Уральская с пересечением Учевская. И после просмотра данной видеозаписи был установлен автомобиль Ситроен С5. После чего был установлен водитель. Мировой суд Куйбышевского района постановил, обвиняемую лишить водительских прав на год. Придется ли ей выплачивать компенсацию пострадавшей девочке, определит судебная медицинская экспертиза. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. В Самаре появится гастрономическая карта. Открыв ее, турист сможет понять, где вкусно поесть и хорошо провести время. Соглашение между рестораторами и властями было подписано на конкурсе поваров. Битва рестораторов собрала лучших кулинаров, официантов и барист. Слово Марьяни Мирной. В битве рестораторов повар из Москвы Николай Сарычев не участвует. К самарским кулинарам он приехал с мастер-классом. Стейк из говядины с картофельным кремом, а на десерт панакота с облепиховым соусом. Его коронные номера. Но сам повар все же предпочитает простые русские блюда. Наверное, борщ все-таки. Потому что с залом, с черным хлебом, с луком, с чесноком, а еще полтинничек вообще будет отлично. Но это вечером, если. Поварской талант либо есть, либо нет, говорят мастера. Как ни крути, это зависит от внутреннего состояния человека и его настроения. Вот три фактора, которые влияют на вкус, цвет и текстуру. А пока кулинары соревнуются в гастрономическом конкурсе, власти делают свою работу. Между рестораторами и департаментом туризма было подписано соглашение, чтобы вместе создавать новые гастрономические бренды. Таких брендов должно появляться больше на территории региона. И, соответственно, жители других городов, они могут, уже приезжая в Самару, понимать, зачем они едут. Либо попробовать шоколад, либо попробовать какую-то интересную кухню, либо попробовать волжскую рыбу, либо попробовать помидоры сызранские, либо это может быть сыр из рождественного, там, то производство, которое открылось. Статистика показывает, что именно гастрономический туризм набирает обороты, и путешественники все чаще ассоциируют отдых в той или иной местности с едой, которую больше нигде не встретишь. Проверить, сработают ли бренды самарских вкусностей, планируют уже в следующем году, во время чемпионата мира по футболу. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Если лето не идет к самарцам, значит, самарцы поедут к лету. 450 самарских детей отправились в оздоровительный комплекс «Дружба» в Краснодарском крае. На вокзале друг с другом они делились впечатлениями, своими ожиданиями и планами на отдых. К морю и новым друзьям ребят провожал наш корреспондент. Воспитанники детского центра «Единство» располагаются в своих купе и с нетерпением ждут отправки поезда. Впереди три недели веселых приключений на море, и ребята всегда ожидают отличного отдыха. Дети с радостью, когда узнали, что они едут на море, а именно в Сочи, очень позитивно приняли это все и с радостью просто собирали вещи, собирались. У них большие планы – искупаться в море, побывать на солнышке, чтобы было много впечатлений, ну как-то и расшить кругозор, наверное, детям. Отдыхать к Черноморским берегам едут 450 ребят – детей из малообеспеченных и многодетных семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. А также воспитанники центра в помощи детям, оставшимся без попечения родителей. А едут они на специальном составе. Для комфортной дороги ребят окружили всеми удобствами. Все вагоны последних лет постройки оборудованы системами кондиционирования воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами. Кроме этого, оборудованы спутниковой связью и поездной радиоустановкой. Самарские дети за пределами области организованно отдыхают с 2010 года. Приоритетными местами отдыха являются лагеря на Черноморском побережье. В этом году ребята впервые поедут в комплекс «Дружба» в Лазаревском районе города Сочи. Путевку в детский оздоровительный комплекс «Дружба» получили ребята в возрасте от 7 до 14 лет, имеющие успехи в учебе, спорте, творчестве и иных видах деятельности. Для всех путевки бесплатные. Отдохнувшие ребята в Самару вернутся 24 июня. Марина Матвеевшина, Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Детей порадовали не только путевками на море. Ребят, которые достигли больших успехов в спорте и искусстве, поддерживают городские власти. И не только морально, но и вполне материально. В течение года молодые таланты будут получать ежемесячные стипендии. На церемонии награждения побывала Марина Матвеевшина. Очаровывать музыкой и разрушать стереотипы. На своем примере блондинка Мария Абрамкина каждый день доказывает. Саксофон – инструмент не только для чернокожих мужчин. Чувственный и волнующий, он прекрасно подчиняется женским рукам и губам. Мне больше, конечно же, нравится джаз. Он больше импровизированный, он больше красивый, он больше... там больше свободы, и там больше как-то музыкальной мысли. Свои таланты на малой сцене, театр оперы и балеты демонстрируют юные самарцы. Сегодня они главные виновники торжества. 50 человек получают стипендии городского округа Самара. Половина из этих ребят за особые успехи в культуре и искусстве, другая часть – за достижения в спорте. В течение года юные дарования будут получать денежные поощрения в размере 5000 рублей ежемесячно. Вы, как никто другой, знаете, что на пути к успеху одного таланта недостаточно. Для того, чтобы реализовать свои способности, свой огромный потенциал, каждому из вас нужна поддержка не только родных и близких, но и поддержка города, региона, государства. Именно в юности закладываются основные навыки человека. Поэтому очень важно в этот период предоставить ему все возможности для развития. Те успехи, которые сегодня у вас получились, они, конечно же, на благо города. Но город вас сегодня нуждается. Вы очень нужны Самаре. И поэтому мне бы очень хотелось, чтобы сегодня была только первая ступень, и чтобы вы продвигались по этой лестнице все выше и выше. Муниципальную стипендию начали выручать пять лет назад. За это время стипендиатами стали более 250 молодых спортсменов, музыкантов, артистов и художников. Марина Матвеевична, Константин Головин, События. А вот для тех, кто мечтает о большом творческом будущем, сегодня есть реальный шанс. В Самаре открылась седьмая музыкальная детская академия. Она проводится под патронажем народного артиста России Юрия Башмета. В этом году слушатели приехали из разных городов, причем не только ближнего, но и дальнего зарубежья. Учить тонкостям музыкального ремесла будут выдающиеся музыкальные педагоги. Олег Зверев побывал на открытии академии. Клавирный концерт Баха звучит в исполнении фортепиано с оркестром. Солист Александр Князев. Он еще учится, но уже получил высокую оценку специалистов. Александр неоднократно становился слушателем академии Юрия Башмета. Альтист с мировым именем. Народный артист России проводит в Самаре обучающую программу, благодаря которой многие юные музыканты становятся учениками известных музыкальных педагогов. Я изучил, как бы, новый прием музыки, как бы, поучаствовал в мастер-классах. Это уже седьмая по счету академия Юрия Башмета в Самаре. Торжественное открытие состоялось на сцене Самарской филармонии. А далее уроки, мастер-классы, лекции пройдут в музыкальных школах в разных городах области. С каждым годом желающих учиться у выдающихся музыкантов все больше, и география участников расширяется. В этом году приехали слушатели из Японии и Китая. В этом году 47 участников у нас из городов Самарской области. Более 20 человек – это дети из стран СНГ и Балтии. И большое количество интересных педагогов, профессиональных, которые в этом году, так же, как и в предыдущие, проведут мастер-классы, уроки. Соответственно, плодотворно поработают с нашими детьми, с нашими юными музыкантами. Каждый из юных скрипачей, виолончелистов, пианистов строит планы на большое музыкальное будущее. А потому каждый такой урок многого стоит. В этом году для участия в Академии прибыли 9 выдающихся музыкантов. Профессор Парижской консерватории Рало Кавак уже не впервые в Самаре. Немало таких, которые были здесь, которые уезжали, как слышали, и в Москву, и приезжали даже и на мастер-классы за рубеж. Пишут очень много. Всего неделю длится Академия. Это время дается ученикам, чтобы взять все самое лучшее, чему могут научить музыканты, которые сами достигли большого успеха. А для кого-то с таких уроков начнется путь к своему музыкальному олимпу. Олег Зверев, Сергей Баскин. События. Самарский хор будет представлять Приволжский федеральный округ на Всероссийском хоровом фестивале. Коллектив детской музыкальной школы имени Чайковского занял первое место на межрегиональном этапе в Нижнем Новгороде. Сейчас хор готовит новую программу. На репетицию к ученицам музыкальной школы заглянула Олеся Корецкая. Поют словно про себя. И девицы-красавицы, и друженки-подруженки. Кору «Гармония» больше 60 лет, но он вечно юный. Самым маленьким участникам 8-9 лет. Последние пять лет коллектив активно выступает в Самаре и за ее пределами. В прошлом году привезли золото с хоровой Олимпиады в Сочи. В этом стали лучшими во всем Приволжском федеральном округе на конкурсе в Нижнем Новгороде. В хоре почти 40 участников. И хотя они очень юные, уже понимают ответственность, которая ложится на плечи всего коллектива, признается их руководитель. Это очень чуткие, гибкие, наоборот, еще не закостенелые. Они очень легко воспринимают информацию. Всегда ставим себе очень высокую планку и стараемся прыгнуть выше своей головы и стараемся сделать лучше, чем в предыдущий раз. Мне очень нравится наш коллектив. У нас много разных, разнообразных произведений. У нас царит такая особенная атмосфера в хоре. Первый раз мне было сначала страшно выступать, но затем я поняла, что вместе мы все сможем. Поют русские народные песни, российские и зарубежные классические хоровые композиции, детские песенки, современные эстрадные произведения. Сейчас готовят программу на финал Всероссийского хорового фестиваля. Он пройдет в Москве осенью. Самарский фотограф Сергей Баранов отметил свое 70-летие персональной выставкой в галерее Вавилон. Посетителям открылись кадры, которые долгое время были неизданными. Юбиляра поздравила Андрей Горгуленко. Сергей Баранов с фотоаппаратом давно на «ты». За плечами больше 40 лет работы фотокорреспондентом. И с каждым годом Сергей все больше укреплялся во мнении. Фотография – особое искусство. Фотография – это как бы отражение нашей жизни всей. То, что мы имеем. Там есть вот город, какой был в 1975 году. Там есть улица Фрунзе, каток, асфальт кладут. И сейчас как город преображается. Вот есть это отражение, чтобы народ видел то, что было и что становится сейчас. Персональную выставку, посвященную своему 70-летию, Сергей презентовал в галерее Вавилон не случайно. Мастер давно дружит с галереей и часто фотографирует их экспозиции. 18 лет галереи. С первого дня мы попали в объектив нашего любимого фотографа Сергея Баранова. Это не просто какие-то отношения. Это теплая такая нежная дружба. И вот сегодня впервые Сергей выставляется в этой галерее. Люди, города, сюжеты, целые истории и жанровые работы. Снимки поражают своим разнообразием. Все они выглядят живо и естественно. Именно искренностью кадра и восхищаются посетители. Много таких интересных моментов. Через лужу прыгает. И так узнаешь всю нашу действительность. Он так озабочен, чтобы не попасть в лужу. Глаза горят. Замечательная работа. Сейчас продолжу с удовольствием осмотром. Фото-выставка в галерее будет радовать гостей еще две недели. Но не исключено, что при большом интересе выставку продлят. Андрей Горгуленко, Константин Главин. События. Хотите побывать на пяти континентах за один вечер? Идите в цирк. В Самаре с гастролями впервые королевский цирк Гии и Радзе. Летающие тигры, крылатые лошади и рояль с фонтанами. Все, на что способна человеческая фантазия, можно увидеть в шоу. В мире сказок побывала Марианна Мирная. Большое спасибо за любовь в цирку всем самарским зрителям. И очень приятно, что цирк пользуется, как я знаю, большим успехом. А особенно мне приятно, что никогда в жизни не думал, чтобы крылья в цирке была покрашена, как моя девка. Этот привет для самарцев от легенды цирка Олега Попова был записан пять лет назад. И вот теперь видеоролик добрался до адресата. Цирк имени Олега Попова принимает на своем манеже уникальное шоу, признанное лучшим на мировой арене – Королевский цирк. Сыграть премьеру и показать эксклюзивный номер с большими кошками приехал генеральный директор и продюсер проекта, заслуженный артист Грузии Гие Эрадзе. Я всю мою жизнь посвятил цирку. И я ничем больше, кроме цирка, не занимался. Вся моя жизнь прошла в этих стенах. Потому что цирк – это не работа для меня, это жизнь, это образ жизни. Это гастроли, поезда, самолеты, корабли. В 11 лет Гие Эрадзе заболел цирком, сбежал из дома и связал свою жизнь с этим искусством. За 27 лет карьеры был и джигитом, и гимнастом, и дрессировщиком всевозможных экзотических животных. И сегодня его аттракцион с тиграми и львами единственный во всем мире. Такого шоу Самара еще не видела в театрализованном представлении. Есть все – пегас с крыльями, полеты на хрустальных люстрах, рояль с фонтанами. Все шоу ограничивается безграничной фантазией Гие Эрадзе. Все понравилось. Красочно, ярко. В общем, в цирк ходим часто, но такого не видели. Все понравилось. Очень часто ходил в цирк, но это здорово. Шоу красивое, конечно. Королевский цирк пробудет в Самаре до 9 июля. Зрители уже тепло приняли гастролеров. Артисты сполна получили то, ради чего выходят на сцену. Заслуженные аплодисменты. Вот такой нам запомнилась прошедшая неделя. А я желаю вам отличных выходных и хорошего настроения. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова